Девушки отдыхают Девушки отдыхают Вы раньше об этом знали? Я знала, но у нас, к сожалению, ничего не докажешь Потому что не выдаются чеки, не выдаются обслуживания Честно говоря, не такое, какое должно быть Практически во всех магазинах в нашей республике Можно увидеть таблички, гласящие о том, что купленный товар не подлежит возврату В лучшем случае его можно только обменять на аналогичное И то только по предварительному устному договору с продавцом Реализатор несет ответственность за товар, который продает Именно он работает с покупателями и должен обладать информацией Я обычно договариваюсь с ними, если вдруг что, я вернусь Если заранее договариваться, они всегда возвращают А если они не договариваются в известность? Да, я ставлю их в известность, и они берут обратность и вовремя принести А вовремя это в течение какого периода? Определенное время, когда... А сколько? Ну, один день Ну, конечно, продавцы тоже должны понимать, покупатели Если товар куплен деньгами, что-то не устраивает их Конечно, они должны, обязаны возвращать Почти во всех развитых странах мира права граждан регулируются В соответствии с законом о защите прав потребителей Есть ли таковы у нас? Имеют ли право наши граждане возвращать товар в течение 14 календарных дней? С этими вопросами мы направились в общество защиты прав потребителей Абхазии Мало кто знает, но оно у нас существует По словам директора Елены Гварами, граждане к ним обращаются, но не часто И все жалобы практически по возврату бытовой техники К сожалению, сами, когда граждане обращаются к предпринимателям То они, конечно, неохотно меняют продавцы тот или иной товар Конечно, когда мы уже вступаем в силу Когда мы уже начинаем разбираться по какой-либо претензии Этот вопрос решается до судебного порядка Не во всех магазинах выдают кассовый чек Кассовые чеки, пусть даже если не выйдут, хотя бы товарный чек Или товарная накладная, чтобы обязать всех, чтобы они продавали Потому что факт купли-продажи только мы можем установить в этом порядке Если дойдет дело до суда, то это будет как бы доказательство Хотя в законе написано, что свидетельские показания тоже Можно ими воспользоваться, но более подтверждающий документ купли-продажи Будет являться все-таки товарный или кассовый чек Мы прошлись по магазинам вместе с представителем общества защиты прав потребителей Выяснилось, что на кассе чеки практически нигде не выдают Но есть и такие торговые точки, где это уже начали практиковать Как говорится, пытаются следовать современным тенденциям Но почему-то выдают их только по запросу покупателя В двух недель, если что-то случается с зарядочными устройствами Если человек сохраняет упаковку, мы меняем А товарный чек вы выдаёте или накладную о том, чтобы был у вас Если человек просит, мы выдаём, но мы меняем даже без товарного чека Мы знаем свои упаковки, знаем, как бы Если человек обратился, я не думаю, что он может обманывать Мы сразу же меняем Конечно же, не во всех магазинах нам смогли представить И сертификаты качества товара В особенности это касается товаров из списка, не требующего Обязательного сертифицирования Елена Гварамия говорит, что ни один продавец Не имеет права не возвращать товар Или вывешивать подобного рода таблички Но как с этим бороться, не знает никто Начальник юридического отдела правительства Лаша Цава рекомендует гражданам Быть более бдительными, знать свои права И в случае несправедливости Обращаться в соответствующие инстанции Не выдача чеков и отсутствие чеков Это прямое нарушение законодательства Даже нескольких законов Что в этом случае должен делать потребитель? Обращаться в уполномоченные органы Это уполномоченный орган в сфере защиты правопотребителей Госстандарт Также можно обратиться в правоохранительные органы Это ОБЭП, так называемый А также можно обратиться в налоговую инспекцию Если где-то органы не справляются, надо им помогать Понимаете, а получается у нас все, каждый хочет законность Но чужими руками Если мы все не будем заниматься обеспечением законности Каждый гражданин Тогда, значит, будут вот такие проблемы Значит, надо будет спрашивать и с чиновника Который за этим не следит, и с магазина Но для этого вы все должны помогать В Абхазии закон, защищающий права граждан Существует с 2007 года Но с тех пор он не обновлялся и не дорабатывался Статья 26 закона гласит, что потребитель вправе обменять Непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичное Если он не подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру Или комплектации в течение 14 дней При этом обязательным условием является неиспользование товара Которую покупатель желает обменять Сохранение его товарного вида и ярлыков По действующему закону вернуть и обменять нельзя Только чулочно-носочные и трикотажные изделия Но, как выяснилось, этот закон игнорируют почти во всех торговых точках 50% скидки на свой размер Какие размеры? Причем размеры, девочки? Это уже другой вопрос о размерах Вы можете сказать, почему товар возврату не подлежит? То, что купили, уже все У нас обмен есть Но возврата нет А согласно какой статье вы меняете А возврат в денежный сумм у вас не происходит По какой статье? На что вы ссылаетесь? На аргументы? Согласно закону о защите прав патрили Или у вас свой закон? Вот что, вот к чему? Можно? Вы можете объяснить? Сейчас никакого... Нет, вы понимаете? Вы за другие магазины не говорите Можете вы за свой магазин ответить? А вот у вас... Вы ссылаетесь здесь, что? Вот куплен товар возврату не подлежит Вы можете объяснить? Почему? Куплен товар возврату не подлежит? В связи с чем вы это написали? Ну, у нас просто такие условия в магазине А как это условия? У нас есть правила продажи У нас есть закон о защите прав потребителей Там такого нигде не указано Как у вас потребитель защищен, например? Не знаю, мы... Но вы можете убрать эту вывеску Больше не вешать ее Но вы... Сейчас вы не выдаете, да, товарные чеки? Ну, сейчас нет Не выдаете? А почему вы не выдаете? Как вот факт купли-продажи? У нас вообще везде в магазинах так нигде не выдают Я уже не говорю о кассовом чеке Товарный чек при покупке Вы должны обязаны выдавать Хотя бы то, что это было у вас куплено Стоит отметить, что не только отдельные магазины Обязаны следовать существующему закону Но и все торговые точки Даже те, которые расположены в торговом комплексе Сухом прибор на рынке и других торговых домах страны Та же ситуация сегодня и с просроченными продуктами питания Доказать, что срок годности и стек и товар Был куплен в том или ином магазине Тоже практически невозможно А вот большинство магазинов бытовой техники На протяжении нескольких лет Предоставляют гарантию и накладные документы И зачастую и товарные чеки на покупку Пока эта тенденция наращивается Но практика показывает, что именно в таких магазинах Потребители чаще всего решают делать покупки И это оправдано Гарантия распространяется от месяца до трех На колонки идет месяц гарантия На такие виды продукции, как ноутбуки, принтеры, УПС, компьютеры, мониторы Распространяется в три месяца гарантия А у вас зарядочное устройство продаете? На ноутбуке? Нет, на мобильные телефоны На мобильные телефоны сейчас нет А так гарантия на них не распространяется А в связи с чем, например В перечень товаров это не входит? В перечень товаров наших это не входит гарантия Потому что... А в течение 14 дней Обмен, возвратов подлежит? Да, в течение 14 дней Именно зарядочное устройство, да? В нашем магазине гарантия у нас есть То есть на купленный товар у нас гарантия действует Возврату подлежит Три месяца гарантия дается на товар. А вы чей-то вы даете? Расходная, накладная, конечно, на купленный товар выдается. Если вы столкнулись с подобной ситуацией, у вас возникли трудности в возврате или обмене товара, есть возможность обратиться в общество защиты прав потребителей, которое расположено по улице Гулия в Сухуме, в здании бывшего совета министров. Возможно, вашу проблему удастся решить, но не теряйте бдительность, знайте свои права и законы, тогда ничья помощь, возможно, вам не понадобится. Сима Аргун, Эльдар Дамиров, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.